Всем привет! Меня зовут Алексей Шанин. Безинерционка или мультипликатор? Этим вопросом задаются очень многие спиннингисты. Хотя исторически так сложилось, что конкретно в нашей стране именно спиннинговая снасть, оснащенная безинерционной катушкой, наиболее популярна. Но в последнее время наблюдается очень серьезный мультипликаторный бум и все больше и больше рыболов начинают осваивать этот вид ловли. Кастинг очень интересен, но не менее интересно и ловля спиннингом, оснащенным безинерционной катушкой. Когда, что и для чего, давайте вот в этом сегодня разберемся. Для начала предлагаю разобраться, чем отличается спиннинговая снасть от кастинговой. Но я думаю, что вот в таком варианте никому в особом представлении снасть не нуждается. Это обычная безинерционная катушка и удилище, специально предназначенное для такого класса катушек. Одно адаптировано для другого и поэтому это сочетание полностью подходит для того, чтобы комфортно и удобно ловить рыбу. Что такое безинерционная катушка? Это катушка, которая не имеет фактически инерции. То есть шпуля здесь зафиксирована, она имеет только фрикционную настройку, за счет чего вращается. Но принцип укладки лески здесь роторный, то есть ротор вращается вокруг шпули и лесоукладыватель укладывает эту леску на шпулю равномерно за счет возвратно-поступательного движения самой шпули. Чем эта снасть удобна? Да тем, что ее освоит даже ребенок буквально за 5 минут. Кидать ей совершенно несложно. Берете леску под палец, замахиваетесь и отправляете приманку туда, куда вам необходимо. Затем закрываете дужку катушки, выматываете слабину и начинаете проводить приманку так, как вам нравится. Очень удобно и за счет этой простоты снасть получила очень широкое распространение и популярность среди спиннингистов. Спиннинговая снасть удобна еще и тем, что под тесты длины удилища, подбирая размер и мощность катушки, вы фактически перекрываете все необходимые виды ловли. Можно ловить от супер ультралайта, используя приманки всего лишь полграмма весом и вплоть до очень тяжелого класса. Например, я безрационной катушкой ловлю даже такую огромную рыбу как таймень. Поэтому фактически можно сказать, что спиннинговая снасть она универсальная и подходит абсолютно для всех видов, во всяком случае, пресноводной рыбалки. А для чего же нужен тогда бейткастинг или удилище оснащенное мультипликаторной катушкой? Да, ровно для того же самого, для чего нужен и спиннинг с безинерционной катушкой. Это две снасти параллельного курса для одного и того же. Но здесь есть ряд нюансов, поскольку и у бейткастинга, и у спиннинга есть свои плюсы и свои недостатки. По ходу сегодняшнего сюжета я вам о них максимально подробно расскажу. А сейчас давайте сфокусируемся на том, что из себя представляет бейткастинг и почему мультипликатор еще называют инерционной катушкой. Да дело все в том, что в отличие от безинерционной катушки, здесь совершенно иной принцип работы абсолютно всех механизмов. То есть во время заброса она получает мощный импульс, раскручивается и фактически ее скорость вращения равна скорости полета вашей приманки. И это как раз таки тот самый случай, когда нужно учиться заново забрасывать, даже если вы в совершенстве владеете умением забрасывать спиннинговой снастью. Ну и сама конструкция снасти подразумевает то, что катушка находится не снизу, как безинерционка, а сверху фактически лежит на бланке. И колечки пропускные, через которые проходит ваша леска, тоже располагаются сверху. И вот эта конструктивная особенность делает совершенно другой снасть. Более того, если вы поставите сюда безинерционку, так делать не стоит, но ловить, конечно, можно. Но почему это будет неудобно? Да, все дело в том, что я сейчас, смотрите, сниму катушку. Если перевернуть это удилище и поставить сюда безинерционку, то вот этот курочек, он будет очень сильно вам мешать в хвате рукоятки удилища. Помимо этого, сами колечки пропускные адаптированы на то, что леска из мультипликатора выходит ровно. Не кольцами слетает, как с безинерционки, а выходит ровно за счет инерционной системы выпуска лески с мультипликатора. Поэтому, если вы сюда поставите безинерционку, леска, которая слетает кольцами, здесь будет очень сильно гаситься, и приманка будет улетать существенно ближе. Поэтому для каждого типа катушек необходимо использовать адаптированное конкретно для них удилище. Давайте бегло пробежимся по недостаткам каждой из снастей. Начну с безинерционки. Да, эта снасть очень удобная, ее освоит очень быстро даже новичок за счет простоты использования, но есть ряд моментов, которые очень сильно ограничивают возможности этой снасти. Первое, это общая чувствительность. Когда на воде полный штиль, нет ветра, то вы будете чувствовать абсолютно все нюансы проводки. Ловите вы твичингом, джигом или кренками, неважно. Однако, когда поднимается ветер, сама конструкция очень сильно убивает чувствительность снасти. Дело в том, что и ротор, который вращается вокруг шпули, и пропускные кольца на удилище, находящиеся на довольно большом расстоянии от бланка, вызывают парусность шнура и лески, которые находятся на большом расстоянии от бланка. И за счет этого, когда возникают порывы ветра, выдуваются петли, и это все скрадывает общую чувствительность. Поэтому, если вы ловите, скажем, 8 граммами при штилевых условиях, то эти же самые 8 граммов при ветре, вы уже фактически не прочувствуете в проводке. И в таких условиях придется увеличивать вес вашей приманки. Однако, увеличение веса приманки очень пагубно сказывается на качестве анимации приманки, и из-за этого количество поклевок становится гораздо меньше. Второй недостаток спиннинговой снасти, это ограниченность по использованию лесок и шнуров. Если вы поставите на такую снасть излишне толстую леску или шнур, то ваша приманка просто не будет улетать на ту дистанцию, на которую вам хотелось бы, и вы просто не будете доставать до рыбы. Поэтому очень часто приходится искать компромисс, то ли поставить шнурок потоньше и добросить до рыбы, но при этом возникает риск того, что клюнет крупная рыба и на поклевке, или в процессе вываживания, оборвет вашу приманку либо своей мощностью, либо спрятавшись куда-то в траву или под коряги. Поэтому каждый раз приходится искать компромисс по мощности шнура и подбирать именно ту леску, которая обеспечит и дальность заброса, и при этом обеспечит достаточную мощность, чтобы победить рыбу. Ну и третий недостаток безинерционной снасти, который, кстати, я первоначально даже не замечал. Это особенная техника, которая позволяет достичь более или менее высокой точности заброса. Дело в том, что в ряде случаев, особенно при ловле на ручьях и горных речках, приходится забрасывать с очень высокой точностью, и от этой точности зависит конечный результат рыбалки. Так вот при ловле безинерционной снастью приходится после заброса придерживать бортик шпули, когда леска слетает, и регулировать скорость и силу полета приманки так, чтобы она упала именно туда, куда необходимо. Да, приспособиться можно, но этому приходится довольно долго учиться и тренироваться. Я достиг очень хороших в этом успехов. Для меня нет никаких ограничений, в принципе, по такой ручьевой рыбалке я могу попадать куда захочу за счет долгих лет тренировки, но когда вы берете в руки эту снасть, и пытаетесь забрасывать то под кустики, то попадать в нужное место, обязательно у вас будут происходить регулярные осечки, и вы не будете добиваться именно той идеальной точности, которая необходима. И бейткастинговая снасть позволяет освоить точность заброса гораздо быстрее и качественней, чем безинерционная. Давайте теперь пробежимся по главным преимуществам бейткастинговой снасти. Первое. Общая чувствительность снасти. Она существенно выше, чем у спиннинговой снасти в силу своей простоты конструкции. Я в самом начале сказал, что у вас минимальное расстояние между шнуром и бланком удилища за счет того, что глазок лесоукладчика катушки находится на минимальном расстоянии к бланку и все кольца на короткой лапке. Это обеспечивает минимальное расстояние от бланка до шнура, что в свою очередь очень существенно повышает общую чувствительность. И благодаря этому во время проводки вы получаете гораздо больше информации о нюансах этой самой проводки и тем самым эффективность рыбалки существенно повышается. И сюда же стоит отнести точность заброса, поскольку сама конструкция инерционная, она позволяет молниеносно придержать шпулю или остановить ее полностью в тот момент, когда ваша приманка подлетает к нужной точке заброса. Второе. Бейткастинговая снасть абсолютно нечувствительна к толщине шнура. На качестве и дальности заброса не сказывается вообще никак. И это очень важное преимущество, поскольку в ряде условий, когда необходимо иметь серьезный запас мощности, но при этом забрасывать относительно далеко, даже бы просто необходимо добросить. Именно у бейткастинга существенное преимущество перед спиннинговой снастью, поскольку на дальность заброса за счет инерционной системы самой катушки толщина шнура не влияет никак. У вас приманка улетает туда, куда необходимо, но при этом вы чувствуете себя гораздо увереннее за счет того, что используете более толстый шнур и в этом случае шансов поймать крупную рыбу и одолеть ее существенно больше. Третье. Это мощность и ресурс. Любой мультипликатор существенно превосходит по этому показателю абсолютно любую, даже самую дорогую топовую безнарционку. И здесь дело именно в конструкции мультипликатора, поскольку если вы посмотрите, как устроена безнарционка и мультипликатор, сразу станет понятно, за счет чего достигается большая мощность мультипликатора. У мультипликатора ведущая пара находит сверху на пиньон ведомую пару, тогда как у безнарционки ведущая пара имеет боковые зубья, которые также сбоку подходят к пиньону. И уже эта особенность делает безнарционную катушку не такой мощной, как мультипликатор. Четвертое. Это удобство ловли мультипликатором в тяжелом классе. Изначально, в общем-то, для этих условий он и предназначался. Давайте приведу конкретный пример. Сейчас у нас в стране набрала популярность ловля на крупную резину. Это силиконовые приманки длиной от 7 до 12 дюймов. Большие и при этом они увесистые. Кроме их собственного веса, который стартует от 40 граммов и заканчивается 150-160, добавляется еще и огрузка, которая позволяет их опускать на необходимую глубину. И общий вес приманки в этом случае возрастает уже до 200 и более граммов. Конечно, такую приманку можно забрасывать и без инерционкой, но здесь есть один нюанс. Для такой ловли вам понадобится большая и, значит, тяжелая катушка, которая просто будет неудобна при использовании. Тогда как специально адаптированный для такой рыбалки мультипликатор будет весить в районе 250, максимум 300 граммов. И при этом сюда можно будет намотать толстый мощный шнур, который будет улетать на достаточное расстояние и будет обеспечивать ту необходимую мощность, которая предъявляется к такого рода приманкам. Поэтому в таком тяжелом классе у мультипликатора есть существенное преимущество за счет его мощности и ресурса. Такие тяжелые приманки его просто не убивают быстро как безрационную катушку и при этом вы можете без ограничений использовать толстые шнуры, при этом не теряя качества и дальности заброса. А касательно бейт-кастинга, то здесь одним важным и, пожалуй, многих останавливающим недостатком является то, что кастинговой снастью фактически нужно учиться забрасывать и владеть заново. Здесь совершенно другие принципы заброса, поэтому ставить руку на заброс мультипликатором необходимо сразу правильно, грамотно и потратить определенное количество времени на то, чтобы его освоить. Надеюсь, я вас не запутал, много всего наговорил, но теперь давайте придем к конкретике. К рыбе! Какую рыбу, какой снастью ловить? В самом начале я сказал, что это две параллельные снасти для одного и того же. Кого я ловлю спиннингом? Да, в общем-то, все виды рыб, начиная от ручьев форели и головля и заканчивая здоровенными тайменями на Дальнем Востоке. А кого я ловлю бейт-кастингом? Да, тех же самых рыб на самом деле. Ловлю и головля и форель, и ловлю бейт-кастингом тех же тайменей на Дальнем Востоке и больших щук на Средней Волге. Но здесь есть ряд нюансов. Если рассмотреть ультралайтовую ловлю, то в бейт-кастинге он, я имею ввиду ультралайт, экстренно никому не нужен. Да, сейчас меня начнут сыпать камни-адепты ультралайтовой кастинговой ловли. У нас в стране этот вид ловли набирает большую популярность, но в свое оправдание хочу сказать, что у меня такая снасть есть, я ее довольно активно ловлю и в лоб сравнил ее показатели с обычной ультралайтовой спиннинговой снастью. Надо сказать, что мой выбор все-таки не в пользу кастинга. Да, при ловле фактически у себя под ногами, забрасывая на 10-15 метров, кастинг очень хороший, особенно в те моменты, когда необходимо мелкие крынки проводить вдоль самого дна, я получаю абсолютно всю информацию, которая мне необходима, чтобы поймать рыбу. Но когда дело доходит до заброса на 20-25 метров, здесь у спиннинга тотальнейшее преимущество, поскольку я могу забрасывать со всех сторон спиннинговой снастью и попадать четко в нужное мне место на большой дистанции. Да, конечно, шнурок у меня там тоньше, чем на кастинговой снасти, но тем не менее гораздо удобнее ловить именно спиннингом в этих условиях. Ну и плюс ко всему, для того, чтобы собрать кастинговый ультралайтовый комплект, необходимо выложить очень серьезную сумму денег. Например, вот это удилище с катушкой стоит 1000 долларов. Ради экспериментов не вижу большого смысла тратить такие деньги. Лучше за эту сумму взять хороший ультралайт и получать большое удовольствие именно от рыбалки, а не от мучений, к тому, чтобы пытаться добросить до рыбы на большое расстояние вот этой кастинговой снастью. Да, она классная, но только сугубо в своих специфических условиях. Но есть и обратные примеры. Те условия, где использование спиннинговых снастей фактически не то чтобы невозможно, но не целесообразно. Например, ловля змееголова. Да, там приманки используются не такие тяжелые и весистые, но эта рыба лабиринтовая и обитает в очень заросших местах, откуда ее, что называется, нужно выдирать. И здесь на первое место выходит ресурс снасти. Кастинговая снасть позволяет, во-первых, добрасывать приманку до необходимого места. Во-вторых, если рыба даже крупная пытается уйти в свои заросли в процессе вываживания, то вы наматываете просто шнур мощностью 80 фунтов на разрыв и как трактор его оттуда выдираете. Ни одна безнарционка вам такой фокус проделать просто не позволит физически. Для вашей простоты восприятия всего того, что я сказал, посмотрите, пожалуйста, на подготовленный мною график. Это исключительно мой опыт и мое понимание того, где и когда нужен кастинг, а где и когда необходим спиннинг. Итак, посмотрите, в системе координат две величины. Одна граммы и второе удобство использования этих граммов на практике. В самых легких весах наиболее удобен, естественно, спиннинг. И если посмотрите внимательно на график, начиная от нуля и до шести граммов, у спиннинга фактически конкуренции нет. И здесь он выходит на первое место по удобству. Тогда как, начиная от шести граммов, ему в конкуренцию вступает кастинг, и некоторое время они идут параллельными курсами и не пересекаются. А это говорит о том, что в этих весах удобно использовать и кастинг, и спиннинг, и это будет эффективно, одинаково и удобно. Однако в районе пятидесяти граммов происходит резкое пересечение, где кастинговая снасть уходит по удобству резко вверх, а спиннинговая снасть уходит резко вниз. Это то, о чем я вам сегодня рассказал. Дело в том, что если вы ловите тяжелым классом снастей, то ваша снасть спиннинговая будет уже перетяжелена. Вес приманок заставляет увеличивать мощность снасти и соответственно размерность катушек, их мощность тоже возрастает. От этого вы будете уставать и не будет достаточного комфорта для рыбалки. Тогда как использование кастинга в таких условиях наиболее оправдано и даже при ловле очень тяжелыми приманками 100-200 граммов, вы не будете испытывать такой усталости, как использование при ловле такими же весами приманок обычной спиннинговой снасти. А теперь настало время развенчать некоторые слухи и мифы, которые гуляют в интернете. Я конечно не разрушитель мифов, но три из них я попытаюсь сегодня развеять. Касаются они кастинга и прочитал я их в интернете. Итак, первый. Мультипликаторам трудно научиться забрасывать. Все, кто почему-то отказывается от использования мультипликаторов, просто боятся того, что на каждом забросе у них будут происходить перебежки, бороды возникать и таким образом они просто не смогут получать удовольствие от рыбалки. Дело в том, что современные мультипликаторные катушки оснащены системой торможения, которая включается в работу каждый раз, когда вы забрасываете приманки. Ее задача стабилизировать вращение шпули во время заброса и тем самым избежать возникновения бороды. Современные технологии позволяют добиться очень тонкого настраивания этих систем торможения. Поэтому, если вы грамотно выберете те позиции тормозной системы, которые адекватны условиям ловли и весу приманок, никаких проблем вы с этим не испытаете. Второй миф – мультипликаторы только для тяжелых приманок. Вовсе нет. И мой ответ здесь перекликается с предыдущим мифом, поскольку основан именно на тормозной системе современных катушек. Эта самая тормозная система стабилизирует вылет приманки за счет гашения скорости вращения шпули очень эффективно и можно использовать современные мультипликаторы. Например, стис компакт – одна из моих любимых катушек в легком классе. Вот этой катушкой я пользуюсь при ловле от 6 до 20 граммов. И улетает при этом приманка абсолютно сопоставима по дистанции с обычным спиннингом. С той лишь разницей, что сюда я наматываю чуть более толстый шнурок и забрасываю ровно на ту же самую дистанцию приманку, на которую улетает у меня она со спиннинговой снасти при использовании менее мощного шнурка. Ну и помимо тормозной системы еще очень важный нюанс – это опорные подшипники шпули. От их качества зависит то, как будет вылетать ваша приманка. Вернее, взаимодействие тормозной системы и качество подшипника – вот что выходит на первый план. В качестве и дальности заброса приманки. Поэтому, если вы хотите осваивать кастинг в лайтовом даже варианте, то можете покупать катушку специально разработанную для лайтовой ловли, такую как стис компакт. И без проблем даже за один день вы эту снасть освоите. У меня здесь представлены некоторые из катушек, которыми я лично сам ловлю. Но здесь хотел бы провести параллель в размерах. В катушках безнарционных все понятно, что такое тысячник, двухтысячник, две пятисотые, трехтысячная и так далее. Кстати, самым популярным размером все-таки является среди безнарционок две пятисотые, трехтысячные. И по статистике продаж это видно, что самые массовые именно эти размеры. Но оно и понятно, поскольку их используют при ловле приманками от пяти и заканчивая тридцатью сорока граммами. Вот как, например, это Diva Frames в размере две пятьсот, две тысячи двадцать первого модельного года. Очень популярная катушка и их продано у нас стране гигантское количество. Если сопоставить размерность и мощность относительно используемых приманок по весу, от тех же самых 6-7 граммов до 40, то это будет сотый размер в мультипликаторах. Как, например, вот эта легкая мыльница. Но мыльница не из-за того, что здесь мыло лежит, а на сленге рыболов мыльницами называют вот такой формой легкие мультипликаторы. Вот как, например, вот этот Prorex PSV TW в сотом размере. Как раз будет работать с теми самыми приманками, которые начинают свой вес от 5-6 граммов и заканчивают тридцатью пятью, а то и сорока граммами. При этом любой мультипликатор такого класса проживет гораздо дольше, чем без рационка в том же самом классе. Ну а касательно тяжелого класса, то в моем пользовании есть вот такая замечательная катушка Prorex 400, на которую я намотал шнур мощностью аж целых 70 фунтов на разрыв. Это сумасшедшая цифра. Фактически 35 килограммов разрывной нагрузки. И ловлю я ей не только щук на крупную резину, в первую очередь, конечно, ее, а еще возил эту катушку на Дальний Восток и в прошлом году поймал самого крупного тайменя именно этой катушкой. Рыба, конечно, не так велика, как в предыдущие годы, всего лишь около 15 килограммов. Но тем не менее мультипликаторной катушки вываживать ее гораздо большее удовольствие и сам процесс становится более предсказуемым и контролируемым. Я меньше шансов даю рыбе уйти куда-то в ее укрытие или совершить какой-то финт, который в итоге позволит ей освободиться. То есть вываживание кастинговой снастью, оно более предсказуемое и у трофея гораздо меньше шансов. А касательно соотношения с без рационкой, 400 модель соответствует по своим характеристикам и весовым, и классу использования приблизительно 6000, как, например, вот этот 6000 легалис. Однако, если передо мной будет стоять выбор ловить 6000 без рационкой, либо 400 мультипликатором, в связке, например, с воблером, который имеет вес 40-50 граммов, то здесь однозначно я выберу именно мультипликатор, поскольку в дальности заброса я не проиграю, но при этом все-таки ловя трофейную рыбу смогу поставить более мощный шнур, который даст мне несопоставимо больше возможностей по исходу вываживания крупной рыбы в свою пользу. Ну а самой часто используемой и горячо любимой моей катушкой в бейткастинге является вот этот стис компакт, который использую в лайтовом варианте и ловлю им на приманки, которые весят от 5 до 15 граммов. Катушка позволяет делать все то же самое, на что способна и без инерционка, только со всеми преимуществами бейткастинга. Но самое главное в этой катушке, больше всего я ее ценю за то, что здесь очень тонко и чутко выстраивается магнитная система, которая стабилизирует при забросе вращения шпули. И благодаря этому у меня заброс не только дальний, но и предельно точный, а еще фактически никогда не бывает перебежек, которые очень портят рыбалку. То есть это катушка, которая прикипела к моим рукам, от которой получаю огромное удовольствие и очень часто использую. Ну конечно эта катушка топовая и дорогая, но у Daiwa есть очень классная компактная такого же класса катушка CC80, которая позволяет ловить приманками опять-таки от 5 до 15-20 граммов. И для того, чтобы освоить кастинг в лайтовом классе, она вам очень хорошо подойдет. Но если очень коротко описать эти две снасти, то спиннинговая снасть без инерционной катушкой это удобство и простота в использовании, тогда как кастинг это тяга и возможность использования ее в специальных условиях, где обычная спиннинговая снасть не справляется. На этом я с вами прощаюсь, все актуальные цены в описании под этим видео. Обязательно подписывайтесь на канал Мир Охоты, на соцсети. Пока, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова